КЛИК ШОУ Началось! Жанна, ну говори же, говори что-нибудь! Как и обещали у нас в гостях Клик Шоу, сегодня солист группы Тесла Боя, Антон Севидов. Мы очень рады, здравствуйте! Мы рады, что вы вот настолько терпеливы, потому что мы сегодня у вас не первые вопросы будем задавать. Не первые, может быть, даже. Как ваша осень, расскажите, помимо концертов, музыки? Осень, у меня просто есть такая знакомая по имени Осень. Вы про нее или про время года? Мы же не знаем о ваших знакомых. Я, да, не самая лучшая шутка. Осень, моя осень частично прошла в Америке, поэтому она была нетипичной, я имею в виду, не такой московской, как обычно. А какая встреча? Ну, мы были в Техасе, в Калифорнии. Очень жаркая осень. Сёрф. Да, посёрфил. Вы не сёрф? Господи, я что, меня напугает. У нас, к сожалению, не было времени посёрфить, но все видели людей, которые шли в сторону пляжа, нам надо было на самом чек, к сожалению. А что вообще успеваете, скажем так, помимо чеков, помимо репетиций и выступлений, что успеваете почувствовать от той страны, в которой вы, от того города, в котором вы путешествуете? Ну, откровенно говоря, не очень много, достаточно мало. Всё, что мы видим, это в основном пейзаж, который мелькает за окном минивэна и аэропорт, аэропорт, новый аэропорт, другой аэропорт. Ну, нет, это замечательно. Самое главное, потому что в нашей профессии это всё равно концерт, это люди, которые на него приходят, поэтому мы не расстраиваемся. Антон, вы сказали за курицами, что очень любите свою работу и любите, что вы в профессии, скажем так, исполнителя, музыкального исполнителя. Действительно ли это лучшая из профессии, если говорите сегодня? Ну, я могу говорить за себя, для меня это действительно лучшая, и несмотря на то, что в детстве я занимался спортом и спортивной семьей, но в нужный момент, правильный, вовремя, я выбрал, мне кажется, самую лучшую для себя профессию на земле. Мне действительно это нравится, и даже не вопрос того, что нравится мне это или не нравится, а просто иначе жить я не могу. Вот так вот. И здесь должен пойти джингл из музыки какой-нибудь. Из Рахманинова. Из Рахманинова или из Артемьева, который писал. Кому? Правильно. Никите Сергеевичу Михалкову. Я готов слушать следующий вопрос. Кстати, да, мы так просто, да, вопрос, ответ. Вы слышите, как поэзия, поэтому хочется слушать, а не знайте. Я сам удивляюсь, как это... Да, так красиво, как по маслу. А вы так здорово задаете. Не, ну первый вопрос, осень, поэтичная. Как ваша осень, Антон? Да, не знаю. А как ваша осень, кстати? Давайте о классике. Кстати, дарковая какая-то. Это взрослая программа? Ну, давайте от времени отталкиваться. 16.00, как вы считаете? У меня было пару новых барабанщиков, вот, если это для взрослых. Классических. Нет. По классике, если. По классике не люблю. А если про классику, Антон, скажите, пожалуйста, вы, как вы часто... Слушайте, мне очень нравится. Мне кажется, в России так невозможно в прямом эфире разговаривать о классике. В таком, в таком ключе, да? В таком ключе. Видите, как? Давайте в другом. В одном из интервью вы сказали, что любите слушать Рахманинова, Мусоргского и других. Давайте оба в другом классике. Только когда наступает осень. Кстати, а на самом деле, как вы часто следите за живые клавиши, за фоно, и какие композиции вас успокаивают, уравновешивают, если это так? Или наоборот возбуждает. Или наоборот, да. Ну, то есть, как часто вы приходите в круглый уголок? Классики. Классики. И отходите от нее. Ну, у меня дома стоит пианино, причем какой-то момент, когда я переехал, оно стояло на студии, и я начал скучать по нему, потому что у меня дома много синтезаторов. И я понял, что на самом деле, конечно, ничто не может заменить настоящий живой инструмент. Вот, я очень часто, действительно, не вру, практически, ну, когда дома бываю, а бывает это раза три в месяц или один раз в неделю, я обязательно сажусь за пианино, ну, просто, как мы говорим, музыканты, побренчать немного. Ну, и, кстати, иногда что-то сочиняется, действительно. Импровизируется. Да, да. А, кстати, а по поводу импровизации на концертах, я знаю, ну, у вас программа, отработанная программа, очень много, просто впечатляет количество концертов за месяц, не поднадоедает, вот, именно, скажем так, в том же порядке? Как вы позволяете себе импровизировать? Вы абсолютно правы, во-первых, надоедает, и именно по этой причине мы очень часто делаем, вносим какие-то изменения, часто импровизируем. Я очень часто меняю что-то по ходу концертов, ну, и, кстати, сказать, мы, вот, вернувшись из тура из Америки, мы поменяли нашу программу, и сегодня киевляне, вот, после Москвы и Питера услышат это впервые, и нам очень... То есть она обновленная. Она обновленная, да, она будет по-новому звучать, мы, впечатлившись американским туром, то, что мы, проехав через огромное, там, около 20 городов у нас было, мы играли с разными американскими музыкантами, и, конечно, нас это тоже очень вдохновило, потому что, ну, общение с другими музыкантами, ну, не только, да, с российскими или украинскими, нашими отечественными... В любом случае, обмен, да. Да, это обмен, это интересно, и как-то невольно совершенно дает кучу новых эмоций, да, новых каких-то штук, вот, и здорово, что вообще американские музыканты, они очень открытые, и буквально сразу же встретившись, они предлагают что-то сделать вместе, не только по классике, кстати. Конкретно уже были какие-то вот совместные работы в процессе, вот, импровизации, там, с кем? Ну, мы сейчас, если говорить о вот плодах этого тура, есть такая группа, которая называется French Horn Rebellion, они из Нью-Йорка, они делают такой Space Disco, Disco House, Indie Band, у них замечательная своя студия, вот, и мы с ними, да, будем сейчас делать один трек, вот. Тем временем мы просмотрим клип Tesla Boy Undetected, и после этого вернемся в студию, пообщаемся. Мы хотим вам сказать, что вы можете задавать вопросы Антону, и за лучший вопрос вы получите два пригласительных на концерт сегодняшний в Киеве. Который сегодня состоится в Малой опере. А пока наслаждаемся клипом. А мы продолжаем эфиры, и у нас в гостях Антон Сивидов, фронтмен группы Tesla Boy, и сейчас мы видим, что появились у нас ближе, синтезаторы все ближе. Да, скоро это ружье выстрелит, как обычно бывает в первом акте любого театрального обстановки. Антон, в прошлой студии вы говорили про то, что происходит каждый раз обмен с музыкантами, и это очень сильный обмен. Как часто вы джемили вот в такой камерной приятной обстановке? Как часто это было? К сожалению, в туре это практически невозможно, потому что вы играете концерт, и вам надо сразу уезжать уже в другой город, и даже нет времени выспаться и послушать классику. Вот такой вопрос по поводу образа музыки, которую вы как бы создаете. Я где-то в вашем интервью читала, что раньше была популярна тату за рубежом, и парк Горького, а теперь вы как бы как визитная карточка выступаете там за рубежом. Это я такое сказал? Да. Наглец. Ну, возможно. Но когда вы сыграете, это все скрасится. Скажите, какой образ создается вообще о нашей музыке там? Ну, честно скажу, про нашу музыку практически ничего никто не знает. Знают немного о тату. И самая популярная группа российская за границей на данный момент, это, кто бы вы думали, группа Pussy Riot. А, ну, конечно. Да, просто больше нашумело ли, чем... Это самая популярная российская группа. Ну, о политике, к сожалению. А вот так еще вкратце, перед тем, как мы услышим живое выступление, чувствуете ли вы уже себя ощутимым конкурентом наряду с... Мировыми звездами. Мировыми звездами, да. Потому что уже так можно говорить. Потому что sound-продюсер Lady Gaga вас, например, слушает. Вы знаете, я стараюсь все-таки, несмотря на то, что, опять же, возвращаясь к моему бэкграунду, несмотря на то, что я из спортивной семьи, я стараюсь не думать категориями спортивного состязания, да. А все-таки я просто стараюсь с ребятами делать максимально интересную для себя музыку. Если она, есть такое, да, как бы, ну, правило, если то, что ты делаешь, интересно тебе, и ты можешь это слушать, и тебе нравится, то значит, ну, как минимум, еще одному человеку понравится. Сегодня, друзья, редкий случай, я надеюсь, что этих людей будет двое. И они сейчас в этой студии. Мы, после таких слов, мы только можем сказать, что исправит это все, дополнит живое выступление. Подтвердит или опровергнет. Подтвердит или опровергнет, да. Композиция фэнтези в исполнении Антона Севедова. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И все-таки мы постепенно подошли к вечернему формату, мне кажется, после этой песни «Испирь этого знает». Вы ощущаете, да, все-таки свет, платье? Приглушенные до платья только не хватает, Антон. Дорогие мои, я все-таки верю, что я нахожусь на пути к тому, чтобы заполучить еще двух поклонников группы «Теслабой». Ну, нам просто не разрешили только что танцевать, вы понимаете, мы уже держали ноги. И не только ноги. Спасибо вам за живое выступление. Спасибо вам. У вас очень уютная студия, правда. Мы не отпускаем. Мне очень нравится то, что у вас она, во-первых, она очень действительно по-настоящему музыкальная. Да. Да. Вот эти вот надписи TR-909. TR-909. Трасса, не 95. Вы же знаете, да, я не знаю, знают ли это телезрители, обсуждали ли вы это, но я не могу не сказать, это драм-машина, на которой были записаны практически все первые хаос-хиты. Я думаю, сейчас вы все такие, это был такой экскурс в историю, немножко для наших зрителей. Я знаю, что у нас в гостях, Антон Свидов, и у нас просто действительно джема. Вы видите, вы говорили, что не хватает джема, так вот же, Шон. Давайте пока попридержим немножко ежей, а я хочу еще попасть. Славида, мы все. Я переезжаю в Киев, друзья, спасибо. Мы уже готовы. Вы придержите своих ежей, Антон Свидов уже переезжает в Киев. Спасибо, что сегодня в «Малой опере» еще будет концерт, после этого точно... Выпустите ежей именно там. В «Малой опере» мы выпустим всех своих ежей. А тем временем... А тем временем в Киеве. Пока идем по классике. Давай, подождите лицо, все, стоечка. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Все ежи должны держаться в узде. И следующий вопрос от зрителей. Антон, скажите, а как вам удается чувствовать... Нет, это не крашеная, это настоящая седина. А что происходит? Кстати, сейчас побоюсь, да? Это мой любимый вопрос, вместе с вопросом, кто такие хипстеры. Ну, кто такие? Мы не в собеседствовать. Мы сами ежи. Это ежи, я тебе признаю. Это ежи, которые не могут... Кстати говоря, вы считаете, что это штамп, который на вас просто навесили, и от него никуда не деться, как когда-то случилось с группой, например, «Прости господи, Пятница», но их когда-то обозвали... Даже хипстерами. Лидерами Растаманского движения, хотя они ни разу не были ими. Как вы относитесь к тому, что на вас навесили вот этот вот штамп? Я не ощущаю этого штампа. Ну, если есть какие-то люди, которые пользуются им, ради бога, что же делать? Ленина тоже когда-то называли миротворцем. Понятно. Скажите. Понятно. Понятно. Вот так вот, ребята. На самом деле, у нас есть зрители, которые тоже, мы надеемся... Любят Ленина. Ленина любят, и любят эти вопросы. Октябрята. И ежи тоже. А Эдуарда Лимонова любят, кстати, может быть... Ну... Да, как его можно не любить? А вы тоже его любите? А как его можно не любить, сказал тот чернокожий парень из романа «Я, Эдичка». И не только. Блин, я это сказал в прямом эфире. Укращение тигров Парижа и... Укращение тигров Парижа. Моя политическая биография и все эти книги. Конечно же, читали наши зрители, поэтому хотят узнать ваши отношения к творчеству Эдуарда Лимонова и к его другим творчествам. Это Антон Свидов об Эдуарде Лимонова. Ну, это очень, как бы сказать, талантливый поэт. Мне, на самом деле, мне нравятся его ранние стихи. Они очень крутые, очень такие простые, с энергией, с ежами. Прости, господи. Да. Ну, мне вообще, мне чуждо любое какое-то политическое взаимодействие, поэтому, конечно, все, чем он занимается, я думаю, что это просто тоже такая форма его самовыражения, как художника. Вот. Я имею в виду вся его политическая деятельность. Ну что ж. Вы знаете, я здесь отвлеклась, потому что очень было интересно... Эдуард Лимонов, собственно, пишет в ВСИПе сейчас. Да, да, я как раз, я чувствую, я читаю его в Твиттере сейчас, чтобы, знаете, подплыть к вам. На самом деле, я хочу задать вопрос, у нас три вопроса, и один из них задает Владимир Дякиев. Мне уже страшно. Антон, вы играли в футбол? Да. И вы из футбольной ли семьи? Я из футбольной семьи, да. Мой дедушка тренировал Киевское Динамо перед Лобановским с 73-го... Ой, с 71-го по 73-й год. В 71-м году Киевское Динамо под руководством моего деда Александра Александровича Севидова стала чемпионом Союза Советских Социалистических Республик. Мой дядя – известный советский футболист, игрок так горячо любимой в Украине команды «Московский Спарта». Вот. Ну, тоже известный достаточно было потом еще и впоследствии комментатор футбольный. Да, я из футбольной семьи. Я сам играл в футбол, но никогда не делал это профессионально, хотя я профессионально занимался большим теннисом. Я прошу прощения, что опять это произношу в эфире, в такой форме. Вот. Но футбол мне всегда, честно говоря, нравился больше. Я его очень люблю. Не знаю, как он меня, но я футбол действительно люблю. И следующий... И иногда играю. Следующий вопрос, наверное, от зрителей был бы такой, а почему же тогда музыка? Но, наверное, вам его так часто задают, что мы не будем. Я могу сказать, это все очень просто. В моей семье очень любили музыку. Дед был большим меломаном, он очень здорово разбирался в музыке. И благодаря тому, что... Благодаря отчасти футболу, который позволял дедушке ездить в Европу, когда команда играла Еврокубки, да, что в Советском Союзе давал возможность покупать западные пластинки, таким образом он собрал большую коллекцию дисков, часть которой до сих пор осталась у меня. Вот. И благодаря... Хорошее, хорошее наследство. Да, это Стиви Вандер, Рэй Чарльз. Ну, там много... Хватает время на винил? Наверное, нет, да? Если на фону не хватает. Нет, я люблю винил, слушай, на самом деле. Вот это то, что я обожаю делать, и потому что, ну, послушать на пластинке запись, а не в компьютере, это все-таки большая разница. Особенно, знаете, если это классика, свечи, бокал вина. Все-таки чувствуется, что спокойствие хочется. Чувствуется, что человек хороший. Скажите, мы все-таки так, судя по тому, как вы развернуто дали ответ на вопрос о футбольной семье, то мы разыгрываем два билета, отдаем эти два билета, которые разыгрывали имя Владимиру Дякову. Мы тебя поздравляем, ты сегодня идешь на концерт Теслабой. И, знаете... Выпускать своих ежей, я напомню. Мы не хотим вас отпускать без музыки, без звука, потому что уши просятся, глаза тоже. И я думаю, что зрители наши тоже этого хотят, поэтому еще немного музыки от Теслабой. И мы в вашем распоряжении. Ну, Марина! Так, она на носу за тебя ручается. Тише. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Won't you lie? 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 а гад has музыка на ваше музыка га-а 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok